Как развивается экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. ЦИОМ подвел итоги того, как россияне встретили Новый год, сколько денег потратили на празднование, что получили в подарок от близких. Большинство россиян, это 76%, встретили праздник дома, а каждый десятый в гостях. В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки, деликатесы или парфюмерию и косметику. Также популярными презентами стали сувениры, одежда или обувь, а также деньги. В текущем году цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 10-15%. На вторичном рынке жилье может подорожать на 6%. По мнению экспертов, возможный рост цен связан с рядом факторов. Среди них переход на эскроу, счета, снижение объемов строительства и ипотечных ставок, инфляция. К примеру, в московском регионе выдача разрешений на строительство сократилась на 30%. По стране эта цифра еще выше. Банкоматы на улице могут использоваться мошенниками для кражи денег с карт. Для этого на них ставятся считывающие устройства или специальные камеры. Мошенники могут устанавливать на банкоматы накладные клавиатуры, специальные камеры или скиммеры, считывающие устройства, запоминающие пин-код. Чтобы избежать проблемы несанкционирования снятия денег, Роскачество порекомендовал жителям России пользоваться банкоматами внутри банка. Так как они лучше охраняются, обращать внимание на наличие подозрительных лиц рядом с банкоматом и прикрывать рукой клавиатуру, вводя пин-код, проверять банкомат на наличие устройств скиммеров и накладных клавиатур, а также не трогать карты, оставленные другими клиентами. Самыми востребованными специальностями будут аналитик больших данных и специалист по искусственному интеллекту. Требования к таким специалистам владение технологиями машинного обучения и как можно большим числом языков программирования. Также легко смогут найти высокооплачиваемую работу в этом году работа техники. Компания также ищет разработчиков мобильных приложений и программистов самого разного уровня и специализации. Эти тренды касаются как России, так и других стран. Эксперты отмечают, что в нашей стране по-прежнему востребованы профессии продавца, инженера и водителя. Особенно водителя различной строительной и спецтехники. Глава Пенсионного фонда заявил, что к 2022 году средний размер пенсии в России увеличится на четверть 27% по сравнению с 2018 годом. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в реальном выражении размер пенсии вырастет на 2,5%, 3,2% и 1,3% с 2019 по 2022 годы. Однако, если уровень инфляции окажется ниже прогноза, реальный рост будет даже выше. Глава ПФР также напомнит, что в январе 2020 года пенсии россиян были проиндексированы на 6,6% в среднем. Рост составил около 1 тысячи рублей. Продвижение проекта для малого бизнеса в Тверской области поддержит Фонд развития моногородов и ВБРФ. Регион принял эстафету участия в проекте на Международном форуме добровольцев, который прошел в Сочи со 2 по 5 декабря прошлого года. На первом этапе проект «Прошагай город» будет реализован в столице Верхней Волжи. В январе участники проекта жители Твери пройдут по трем туристическим маршрутам и нанесут на онлайн-карты самые интересные объекты и достопримечательности. Итоговой точкой всех маршрутов станет Тверской императорский дворец. Также на картах будут отмечены гостиницы, кафе, магазины, сувенирные лавки. Те объекты, которые были указаны ранее, будут дополнены новыми фото и отзывами. Появление новых точек онлайн позволит туристам при планировании поездки, размещение информации о субъектах увеличит число посетителей. Субтитры создавал DimaTorzok